Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Мы готовимся приехать на новое место и снять новый выпуск передачи. Мы учим на тему «Почему правительство боится христианства?». Здесь вы видите партнеров служения фестиваль Манны. На этом листочке я составил конспект или откровение, которое я получил от Бога в 4 часа утра. В прошлом выпуске мы прошли только первую часть плана. Меня попросили озвучить вторую часть. Мы редко делим одну тему на два выпуска. Сегодня мы продолжим эту тему. Мы сделаем вторую часть. Я хочу выразить благодарность всем, кто находится в этом, так сказать, помещении. Я хотел сказать, что мы в телестудии. Простите, ладно. Эти люди — партнеры нашего служения и различных клубов нашего духовного объединения. Они поддерживают нас ежемесячно. Почему я продолжаю стучаться в ваш телеэкран каждую неделю? Потому что эти партнеры помогают нам покрывать расходы в 7 миллионов долларов каждый год. Партнеры, теперь настал ваш звездный час. Потому что такое долгое время вы поддерживали нас. И поддерживайте. Спасибо вам огромное. Поэтому поаплодируйте Богу. Это момент славы. Я не буду делать обзор прошлой недели. Посмотрите его сами. Сегодня мы поговорим об одном явлении, которое я считаю довольно странным. Сегодня мы затронем многие мировые религии. Мы поговорим не только об истории. Наша вера появилась после воскресения Иисуса в 32-м или в 33-м году. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Есть такие верования, как иудаизм, ислам, буддизм, индуизм. Есть многие другие религии и верования. Я задам вам вопрос. Почему мир преследует христиан? Подумайте об этом. Иногда в истории христиане, настроенные христианские, законнически, преследовали своих же братьев по вере. Это было во время Инквизиции и в другие темные времена. Вспомните такие страны, которые мы не будем называть здесь, потому что мы вещаем там. Я не хочу, чтобы наше вещание прекратили в таких государствах. Как правило, такие государства обладают большим населением. Там есть группа, которая постоянно преследует христиан. Они арестовывают христиан. Я скажу важную вещь, а потом мы перейдем к следующей части. Почему некоторые граждане преследуют христиан в стране, где живет очень-очень много разных народов? Задайте себе вопрос, почему? Почему люди так сильно ненавидят простых, обычных сограждан, которые работают на полях и трудятся на фабриках? Почему их ненавидят? Они не творят насилие. Они не причиняют зло. Они не нападают. Большинство этих простых людей проповедуют о любви и о том, что нам нужно заботиться о братьях и о заботе о бедняках. Несмотря на это, власти, управляющие органы и руководители этих государств отправляют войска или тайную полицию, чтобы арестовывать этих людей. Я обращаюсь к руководителю, который проживает в стране, где есть интенсивные гонения на христиан. Я чувствую призыв Бога для того, чтобы обратиться к высокопоставленному зрителю, который служит в правительстве и знает о том, что его правительство преследует христиан. Послушайте меня. Я расскажу вам о четырех правителях по имени Ирод в Писании. Они были родственниками. О них написано в начале и в середине Евангелия от Матфея. А также мы читаем о них в середине и в конце Деяний. Трое из этих царей преследовали праведников очень сильно. Один пытался убить младенца Христа. Другой Ирод отрубил голову Иоанну Крестителю. Третий Ирод обезглавил Божьего пророка, апостола Иакова. Что случилось с этими Иродами, согласно Флавию? Один из этих правителей сошел с ума. Ирод, убивший младенцев Вифлеема, сошел с ума и закончил жизнь в боли в горячей ванне в Иерихоне. Кроме того, третьего царя Ирода постигла поистине ужасная смерть. Ирод, который обезглавил апостола Иакова, вышел на парад в серебряной одежде. Это описано у Флавия. Ангел Бога разгневался на него. Ангел поразил внутренности Ирода. Черви начали пожирать кишечник Ирода. Через пять дней Ирод скончался после адских болей. Я расскажу вам о судьбе других гонителей христианства. Что происходит, когда правитель того или иного государства начинает нападать, преследовать и мучить христиан? Книга Откровения говорит о том, что когда дух и душа покинули тело мучеников, то они вознеслись в рай на третье небо. Их душа и дух взывали к всемогущему Господу Богу о мести против правителя и его стороны. Я не знаю вас лично, но Святой Дух хочет предостеречь вас. Вы хотите установить лишь одну религию в стране. Это все из-за прошлого вашего народа. Вы арестовываете и преследуете людей, исповедующих христианскую веру. Я хочу сказать вам кое-что. Если вы хотите, чтобы Бог бросил вас в ад навеки, то Он сделает это. Не идите против христиан. Вы считаете, что вы можете делать, что хотите, будучи лидером, проливать кровь христиан и убивать их детей? Это не сойдет с рук. Господь Бог накажет вас. Лидер, я пророчествую вам, если вы будете преследовать христиан, то вы умрете страшной смертью и преждевременно. Потому что сам Бог пошлет ангела войны и скажет, «Я не буду терпеть это. Ты не будешь гнать мой народ». Да, Бог говорил о гонениях. Потому что есть грешники, которые не знают о завете между Богом и Авраамом, Исааком и Иаковом. Они не знают завета Иисуса Христа. Они не знают того, что Иисус предостерегал Иерусалим в 23 главе книги «Евангелие от Матфея». Он сказал, «Вы проливали кровь праведников. Вы будете судимы за смерть всех праведников от времен убийства Каина до Захарии, которого убили между храмом и жертвенником. Прошло 38 лет после этого, и 10 римских легионов вошли в Иерусалим». Читайте об этом в иудейских хрониках. Римляне вошли туда. Они снесли стены столицы Израиля, подожгли храм и убили тысячи жителей города. Историк Иосиф Флавий стал очевидцем трагедии и описал ее. Красивый храм был сделан из известняка, который своим видом напоминал мрамор. Флавий писал о городе устланным трупами. Их было так много, что люди не видели храм. Кровь текла рекой. Что сказали религиозные евреи, которые разбирались в законе Бога? Перед распятием Христа Пилат сказал им, «Он невиновен». Евреи закричали «Его кровь на нас и наших детях». Они нарушили закон Бога, установленный в книге Второзакония. Пророк Моисей написал так, «Если ты узришь кровь невиновного человека и не искупишь свою жизнь, омыв руки кровью телиться». Читайте Второзаконие. Если человек не очищался от греха и говорил, «Мы не убивали этого человека», то его город попадал под проклятие. Прокуратор Пилат встал в тот день и попросил принести чашу. Он умыл свои руки. Все фарисеи знали, что он делает. Он исполнил закон. У него не было времени резать бычка и брызгать его кровью на себя по закону. Это ритуал жертвоприношения. Понти, Пилат умыл руки, а евреи сказали «Его кровь на нас». «Брат, ты говоришь о суде». И Иерусалим, и его храм были уничтожены, а евреи рассеялись по всему миру почти на две тысячи лет. Я скажу вам о властях, идущих против христиан. Следующее. Мы знаем об антихристе. Он антихристос. Он выступает против веры во Христа. Мы знаем о том, что будут мученики. Мы знаем о том, что людей будут обезглавливать во время скорби из-за их веры в Иисуса Христа. Враг выступит против тех, кто верит в Бога. Мы знаем, что Библия учит о гонениях на христиан за их праведность. Иногда это оскорбление. Христиан увольняют, потому что они не нравятся. Такое будет. Бог судит своих избранников, которые взывают к нему день и ночь, согласно Евангелию от Луки. Вы представляете? Я даже еще и не начал разбирать свою тему. Я расскажу вам об этом довольно кратко. Итак, что же делают власти? Они утверждают законы, которые оказывают воздействие на завет Бога с их предшественниками. Итак, мы уже приступаем к теме. Перед тем, как начать, давайте воздадим хвалу Богу. Итак, в начале 60-х годов США убрали молитву и Библию из школ. Также вышли законы, легализевавшие аборты и однополые браки. Все эти введения негативно влияют на завет, установленный Богом, который идет против ряда законов, принятых локальными судами Соединенных Штатов Америки. Послушайте меня внимательно. Откройте книгу пророка Даниила и прочитайте о Вавилоне. В Вавилоне местные власти пытались принять некие меры во время Даниила. Они хотели контролировать потребление пищи. Юный Даниил отказался есть идоложертвенное мясо. Во-вторых, в Вавилоне местные ребята пытались привлечь евреев поклоняться идолам. Они говорили, все религии одинаковы. Не противься и поклонись. Почему вы считаете Христа единственным путем? Потому что никто, кроме Иисуса Христа, не ожил из мертвых. У него есть ключи от ада и смерти. Поэтому он уникален. Поэтому он и есть Мессия. Никто не делал так. Вавилон контролировал поклонение. Поклоняйся, как мы. Мы проследим за тобой. Вот третий вид контроля в эпоху Даниила. Они сказали ему, не молись. Мы выпустили закон. Но если ты помолишься другому Богу, мы скинем тебя в львины ров. Даниил ответил, я открою окно и помолюсь на Иерусалим. Я молюсь в 12 часов дня и в 3 часа по полудню. Даниил не переставал молиться. Я скажу вам то, что покажется спорным. Когда Вавилон сказал еврейским мальчикам, ешьте идоложертвенное, они ответили, мы не будем. Когда им сказали, поклонитесь идолу, они отказались. Они сказали, мы сгорим в жаркой печи, но не сделаем этого. Вавилон сказал, не молитесь. Мы издали запрет о прилюдной молитве. Даниил молился все равно. Я скажу о том, что может не понравиться вам или левым радикалам. Сейчас подрастает новое поколение. Вы не заставите их кланяться идолам, они будут молиться. Они будут носить Библию в школу, даже если вам это не нравится. Потому что мы нация, основанная Богом. Этот Бог благословил и помиловал нас. А теперь послушайте меня очень внимательно. Почему все в мире хотят приехать в Америку? Я говорю вам правду. Если индийцам дали бы добро на вселение, то вся Индия переехала бы в Соединенные Штаты Америки. Все жители Ближнего Востока и Европы хотят переехать в Соединенные Штаты. Но никто не хочет понять, почему все стремятся к нам. Политики скажут вам, что причина кроется в демократии и в свободе. Дело в том, что мы даем свободу людям, мы даем право начать свое дело и право зарабатывать, не забывая о налогах. Это американская мечта. Демократия не сделала Америку великой. Почему наша страна стала великой? Потому что 50 с лишним человек подписали Декларацию независимости. Мы разработали Конституцию. Эти разработчики опирались на Библию. Они понимали, что если ты следуешь закону, установленному Богом в Библии, то Бог благословит твой вход и выход. Он сделает тебя головой, а не хвостом. Ты будешь давать взаймы. Я благословлю плод твоего чрева. Я благословлю твои поля и плоды. Бог благословляет США не из-за демократов, республиканцев и не из-за нынешнего и будущего президентов. Бог благословляет нацию благодаря тем, кто верит во Христа и который следует за Богом. Премудрый Господь благословляет нацию благодаря тем, кто понимает, что 66 книг Святой Библии. Это не просто книги, а вдохновенное Слово Божие. Если ты будешь жить по этой книге под названием Библия, то Бог даст тебе благословение. Библия Библия Библии. Господи, жалься надо мной сейчас. Мы живем в таком благословении. Почитайте нашу историю. Мы благословлены книгой Завета. Почему древний Израиль попал в беду? Однажды Господь Бог сказал им в Торе, «Вы нарушили мой завет». В книге Левит сказано, «Зовитесь предками». Я осознаю то, что нам необходимо вспомнить о Джордже Вашингтоне, Джоне Адамсе и о цех основателях, которые понимали, что республика — это одна нация, одна нация под Богом. Мы должны стремиться жить в свободе. В одном из писем президента Томаса Джефферсона в Баптистской церкви есть интересная слава. Я хочу, чтобы вы прочитали его. У некоторых людей работает лишь часть мозга. Есть люди настолько открытых взглядов, что они отупели. Я говорю серьезно и без обиняков. Я не смогу сидеть с ними за столом и беседовать. Мне твердят, церковь отделена от государства. Отцы знали, что англиканская церковь контролировала людей. Отцы-основатели приехали в Америку не для того, чтобы создать демократию. Нет. Не все школы учат об этом. Они хотели религиозной свободы. Я расскажу вам о свободе. Какую Библию они привезли? Это не был король Иаков. Им не нравился этот король. Вот он и сюрприз. Один из партнеров подарил мне толстенную женевскую Библию. Они привезли ее, ведь они не хотели перевод, сделанный под эгидой короля. Я не выступаю против этого перевода, но сейчас я указываю на то, что отцы искали религиозную свободу. Историки молчат об этом. Никто не хочет говорить это, но я хочу, чтобы вы знали это. Отцы пописали знаковые документы, которые хранятся в здании Вашингтона. И вот что они сказали. Власти не должны устанавливать свою религию. Кроме того, власти не должны ограничивать свободу совести людей. Мы говорим верующим, нам нельзя молиться Господу Иисусу публично. Мы говорим, не носи Библию в общественных местах. Мы поступаем против слов отцов. Я поставил все на свое место. Я хочу сказать следующее. Вавилоняне и персы контролировали сферу питания, поклонения и молитвенную жизнь. Власти Вавилона хотели закрыть рот евреям. Запретите им молиться в общих местах. Просто запретите. За эти годы в Соединенных Штатах Америки выросло поколение, которому средства массовой информации промыли мозги. СМИ с ними и для них. Потому что репортеры это выходцы из либеральных университетов, которые не верят в Господа. Там правят такие люди. Поэтому у них нет верного представления о настоящей вере и настоящем христианстве. Знаете, большинство американцев такие. Эти светские ребята пытаются запугать христиан как царь Вавилона, чтобы вы замолчали. Мордахей сказал Есфире одну вещь. И это может произойти сейчас. В Персии жил высоко поставленный человек по имени Аман. Он воздвиг виселицу, чтобы повесить Мордахея на ней. Ему не удалось избавиться от праведного Мордахея, но власти повесили Амана на его же виселице. Пусть это не повторится с кем-то из вас. Мордахей сказал Есфире возможно ты стала царицей ради этого дня. Она боялась приближаться к царю из-за этикета. Он ответил не молчи. Они хотят, чтобы мы молчали. Мы не будем молчать. Мы будем учить, проповедовать и слушаться Бога. Только так Бог изменит сердце этого поколения. Люди научатся любить Бога и ближних. Вера во Христа побуждает любить ближних. Мы ненавидим только дьявола, но мы хотим сказать, что мы любим всех людей. Я даже не начал тему. Вот так, как в прошлый раз. Я ее не начал и не закончил. «Я коплю помазание тут, в Израиле». Поэтому не переключайтесь, потому что у нас есть предложение для тех, кому нравится наша передача. Мы расскажем о наших поездках. Мы приедем в Коннектикут и в другие места, поэтому смотрите нас. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Перри Стоуна – Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос Евангелизации». Вы услышите 8 актуальных пророческих посланий от Перри Стоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из 8 DVD или 8 аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Перри Стоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафа» «Как победить силу Царства Тьмы и высвободить силу Царства Божьего?» Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении Тайна Разрушителя Царства Небес и Царства Тьмы. Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Перри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл Иезекииля Перри Стоун расскажет, как символическое описание войны в книге Иезекииля может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Перри поделится своим учением шифр Еноха «Будущие космические знамения возвращения Христа». И напоследок в послании «Тайна последних родовых сваток» Перри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Перри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Надеюсь, вам понравилось учение. Пожалуйста, закажите запись конференции, и вы не пожалеете об этом. Вы знаете, каждый год наша команда вместе с партнерами служения приезжает в Израиль. Мы делаем съемки. Возможно, вы не следите за новостями. Здесь, в Израиле, археологи каждый месяц обнаруживают находки, которые доказывают достоверность Священного Писания. Раскопки ведутся в городах, где служил Христос и Его апостолы. В Израиле археологи обнаруживают древние находки, допустим, осколок кувшина с надписью о том или ином библейском правителе. Да, я понимаю, что когда мы смотрим новости, то мы наполняемся негативной и удручающей информацией. Этот мир сходит с ума, поэтому нам с вами необходимо изучать пророчества, записанные в Библии. Дело в том, что не все пророчества несут безрадостную, негативную и пессимистическую информацию. Пророчества радуют меня, доказывая, что Библия говорит правду. Иоанн сказал, свидетельство Иисуса — это дух пророчества. Так, мы узнаем о том, что Библия не лжет. Ее пророчества сбываются. Они сделаны тысячу лет назад. Кстати, очень скоро мы представим вашему вниманию мою новую книгу о пророчестве. Мы трудимся над подготовкой этой книги очень усердно. Это наше самое подробное учение об Антихристе. Между прочим, учение об Антихристе будет длиться от 8 до 10 часов. Я хочу, чтобы спасенный Божий народ и неверующие узнали о том, что Библия говорит о будущем. Бог призывал меня к этому. Я сам не стал бы работать в этой области. Я евангелист, я путешествую большую часть жизни. В последнее время я разгрузил график, но я жажду познавать слово, которое я изучаю каждый день. Я верю в то, что Бог даст мне откровения и мудрость, которые помогут вам. Больше всего мы хотим того, чтобы люди спасались. Мы хотим, чтобы ваша семья спаслась. По четвергам наша школа проводит молитвенные собрания по времени западного побережья. Отправьте нам просьбу. Мы молимся каждый вечер в четверг в 6 часов вечера в нашем центре молитвы. Смотрите эфир из любой точки мира. Не забудьте подписаться на канал в YouTube. Смотрите новые видео, которые мы делаем. Посетите паблик нашего служения в Facebook. Наша настоящая страничка отмечена синей галочкой. Спасибо за просмотр и за молитвы. Спасибо за то, что смотрели меня, когда я был в отпуске. Пожалуйста, молитесь за мое исцеление. Я нуждаюсь в выздоровлении. Я нуждаюсь в вашей молитве. Мы знаем то, что Бог ведет нас 45 лет и будет вести дальше. С Богом я, моя семья и наши сотрудники любим вас. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее.